Слово имеет Гавшин Борис Николаевич, кандидат экономических наук, заместитель главного редактора газеты «Народная правда». Его доклад «Ленин и Сталин. Вожди страны-пролетариата и создателей Советского Союза». Спасибо. Мой доклад, да, действительно называется «Ленин и Сталин. Вожди страны-диктатуры-пролетариата и создателей Советского Союза». Великая Октябрьская социалистическая революция произошла 25 октября 1917 года. Именно вот это событие многие антисоветчики называют развал мощного государства, мощной Российской империи. И это и послужило разделению того мощного государства. Но это не так. Любое вот такое образование всегда требует и время, и соответствующих условий. И это за один день не происходит. Это происходит за достаточно длительное время. И вот надо сказать, что играют и до сих пор достаточно активно, что именно Великая Октябрьская социалистическая революция и послужила развалу империи. И сейчас у нас кусочки. А как происходило на самом деле? Краткая хроника 1917 года. Уже после победы февральской буржуазной революции, которая произошла в феврале 1917 года. Краткая хроника. Польша о восстановлении независимой и свободной Польши заявил еще Николай II в 1916 году. Далее, 16 марта 1917 года Временное правительство России признало право Польши на независимость при условии свободного военного союза с Россией. Немного позднее, в августе, лидеры ряда польских партий был основан Польский национальный комитет, цель которого была создание независимого польского государства. Финляндия. 7 марта 1917 года Временное правительство издало акт об утверждении Конституции Великого княжества Финляндского, возвращающей в Финляндии все права времен автономии и отменяющей все ограничения периода русификации. Украина. Белоруссия. Белоруссия. И приняли решение добиваться автономии Белоруссии. На съезде была сформирована Центральная Рада. Эстония. 9 марта в Ревели был организован Таллинский Эстонский Союз, который потребовал от Временного правительства присоединения к эстонской губернии и введения автономии. 30 марта 1717 года Всероссийское временное правительство издало постановление о временном устройстве административного управления и местного самоуправления эстонской губернии. Латвия. В сентябре 1717 года в оккупированной германскими войсками Риги латышские политические партии сформировали коалицию «Демократический блок». За Кавказье. Для управления кавказским наместничеством 9 марта 1717 года из членов 4-й Государственной Думы в Тифлисе временным правительством было сформирован особый закавказский комитет ОСКОМ. Башкирия. С 20 по 27 июля 1917 года в караван-сарае в Оренбурге проводился первый всебашкирский съезд Курултай. На съезде было избрано башкирское центральное ШУРО в составе 6 человек. ШУРО непосредственно занималось подготовкой переговоров и осуществлением автономии Башкиртистана в федеральном устройстве России. КАЗАХСТАН На первом всеказахском всекиргизском съезде 21-28 июля 1917 года произошло организационное оформление партии «АЛАШ». Данная партия выступала за создание «АЛАШской автономии» самопровозглашенного казахского государственного образования. Крым. 25 марта 1917 года в Симферополе был создан Севкрымский мусульманский съезд, в работе которой приняли участие 1500 представителей Крыма. На съезде был избран временный Крымско-мусульманский исполнительный комитет МУСИСПОЛКОМ ВКМИК. Кубань и Северный Кавказ в апреле 1917 года кубанским казачьим войском была создана политическая организация «Кубанская рада». 24 сентября 1917 года Кубанская рада приняла решение о создании законодательной рады парламента. Войско Донское после февральской революции все больше значения на Дону начинает играть Донской войсковой круг, съезд, и его исполнительный орган, войсковое правительство, и Донской областной атаман. Именно большевики смогли восстановить государство из этих уже отвалившихся кусочков и с правом самоопределения, с сохранением национально-территориальных атрибутов, но в составе единого государства. Гениальное решение Ленина позволило сохранить страну и под руководством Сталина к 1940 году с применением политических, экономических, силовых методов. Собрали в единые цели и в единое государство все территории бывшей Российской империи, за исключением Польши и Финляндии. Все примерно происходило и уже когда стали разваливать Советский Союз. 12 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы и провозглашение государственного суверенитета РСФСР. Декларация была принята в ходе политической борьбы первым съездом народных депутатов РСФСР 12 июля 1990 года. Результаты голосования, когда у нас обвиняют Горбачева с Ельциным, ну это же тоже можно сказать съезд голосовал, и съезд проголосовал 907 за, что такое суверенитет, самостоятельность страны, что такое законы, в том числе Конституция выше Российской Федерации, все, уже никакого подчинения нет. 13 против, посмотрите, вот это тоже пофамильно, героев, и 9, ну не определись, воздержавших, воздержались. Помимо провозглашения суверенитета Российской Федерации и намерения создать новое демократическое правовое государство в составе обновленного союза СССР, а вы помните, как и даже вопрос, помните, на референдуме стоял, согласны ли жить вы в обновленном Советском Союзе, в союзе суверенных государств, то есть вот оно уже шло к этому. В декларации также утверждалось приоритет Конституции и законов РСФСР над законными актами СССР. В 91 году уже новая российская буржуазия продолжила дело, начатое своими предшественниками в феврале 1917 года, и сегодня мы видим в горстку разрозненных государств взамен единой мощной страны. И несмотря на все 20-летние усилия, объединить хотя бы две бывших республики, Россию и Белоруссию, в единую страну, у буржуазии пока не получается. А Ленин и Сталин сумели объединить страну за пять месяцев. Краткую хронику, как они объединяли, я представлял на прошлой конференции здесь роль Сталина в создании СССР. Мой был доклад, можно посмотреть на конференции, которая называлась «Сталин. Вождь строительства социализма». Через год мы будем отмечать 30-летие создания СССР. Вот Ленин и Сталин показали себя настоящими вождями диктатуры пролетариата, создателями Советского Союза. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.